Всем привет, с вами Вова Ломов и теплейцы социальных технологий. Я сделал уже два урока по Zoom, но мы в изоляции, люди судорожно ищут способы общения и организации работы и учебе в карантине. И большинство, насколько я понял, остановились на Zoom. Поэтому я решил сделать еще одно видео и закрыть тему окончательно. Ссылка на плейлист по Zoom в описании. Собственно, если говорить об общении в Zoom и о том, как организовать тут видеоконференцию, провести вебинар или онлайн урок, то это я уже рассказал. Я не упомянул только о такой удобной фиче, как обратная реакция слушателей. Если вы ведете урок или вебинар, например, это очень удобно. Вот некто Вова Обломов поднял руку, просит слова, как он это сделал. За реакцией лучше следить в управлении участниками. Вот он опять поднял руку, опустил, вот он сказал да, а вот и вы сказали да. И у организатора, а здесь я организатор, отображается, сколько человек сказали да. Элементарные примеры часты на вебинарах. Вы спрашиваете, можно ли переходить к следующей теме. Получается не только ответы, но и количественные соотношения да и нет. При этом один человек может оставлять только одну реакцию или отменить ее и вообще никак не реагировать. А вот сейчас я, например, прошу побыстрее, помедленнее или заявляю, что ушел пить кофе. Организатор может очистить все реакции участник только свои. Но рассказать я хотел не об этом, точнее об этом я уже рассказал. Честно говоря, Zoom я пользовался редко. Ну то есть мы в теплице используем именно Zoom для общения, но это просто. Прислали приглашение, зашел, поговорил. Если нужно было организовать конференцию самому, то я просто искал Zoom в Google, дальше авторизовывался, создавал конференцию, приглашал участников и так далее. Понятно, что это вполне подходит, если вы пользуетесь Zoom раз в месяц. Но сейчас ситуация кардинально поменялась и надо бы посмотреть, как можно упростить здесь работу. Оказалось, что это не сложно, нужно просто установить приложение на компьютер. Точнее, оно у вас уже установлено, нужно просто из него не выходить. А, это я уже как раз из него не выхожу. Сейчас. У вас будет вот так. Даже нет, вот так. Сейчас я прямо вот с самого начала. Вам нужно войти в Zoom, используя свой логин-пароль. Я захожу через Google. Он опять зачем-то идет на сайт, но это в последний раз. Итак, мы имеем такое приложение. Достаточно миленькое. Теперь в настройках нужно поставить эту галочку. По умолчанию она отключена. И теперь при перезагрузке компьютера Zoom будет загружаться автоматически и присылать вам уведомления, если вам кто-то пишет или звонит в Zoom. Ну, собственно, как в Telegram или Skype, если они у вас установлены. Вот я перезагрузил компьютер и вот у нас в трее появилось приложение Zoom. Что оно может? Ну, во-первых, запустить конференцию. То же, что и с сайта Zoom, но здесь, приглашая участников, вы можете не только копировать у Rail приглашения, но еще и выбрать из списка контактов. Вот я пригласил второго Вову Ломова. Мог бы пригласить еще Алексея Сидоренко, но он не в сети. Ну, точнее, у него не включено приложение Zoom на компьютере. Вот этот кружочек должен быть зеленым. А тем, у кого Zoom запущен, придет уведомление, что их вызывают. Как, собственно, в Telegram или Skype. Вот я создал конференцию на другом компьютере и от другого имени вызываю себя. Тут у нас еще появляются чаты. Ну, то есть Zoom — это еще и мессенджер. Я могу отправлять сообщения, файлы или снимок экрана. Причем, если стоит эта галочка, по умолчанию она также отключена, делая снимок, я убираю Zoom и снимаю то, что под ним. Причем могу еще добавить сюда всяческие графические объекты, тексты и так далее. Также отсюда я могу начать конференцию с тем, с кем у меня чат. Но он сейчас общаться со мной не будет, потому что сейчас у него своя конференция Zoom. Об этом говорит вот эта красная камера на аватарке. Сейчас я завершу конференцию на втором компьютере. А вот. Теперь он доступен и можно пообщаться. Как добавлять контакты? А вот так. Добавить контакты. Если вы знаете имейл, указывайте адрес. Человеку придет письмо с тем, что вы хотите добавить его в контакты в Zoom. А вот. Вова Обломов принял мое приглашение. Теперь у меня уже два контакта. Если у меня их много, кого-то я могу добавлять в избранное. Если вы не знаете имейл, ничего страшного. Можно копировать приглашение и отправить любым другим способом. Вот, например, через Telegram. Причем не обязательно даже добавлять все, вам достаточно отправить эту ссылку. Но для такого общения контакт должен иметь аккаунт в Zoom, что логично. Ну и последнее — это каналы. Вы можете создать канал. Это аналог группы в Telegram. И общаться или созвонить уже сразу на несколько человек. Участников можно добавлять при создании канала или впоследствии. Ну а теперь мне кажется точно все. Хотя учитывая то, что Zoom неожиданно стал так популярен в последние дни, есть вероятность, что они еще что-нибудь будут докручивать и придумывать. И придется продолжать знакомство. Напоминаю, что у нас есть скидка для НКО на Zoom по программе TEPLODIGITAL. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и любите друг друга.